всем привет добро пожаловать ко мне на канал тема сегодняшнего видео самые яркие бьюти тренды недели моды весна-лето 2022 года всю прошедшую неделю наблюдали мы все в инстаграме не знаю в пинтересте интересные варианты бьюти сферы например какой-то интересный макияж либо какие-то прически и прочее как вы просили я снимаю видео я делала опрос вы проголосовали за то что следующее видео в контент-план который я заносила на этот год вы проголосовали за покупки тему покупок вам интересно было посмотреть также вы проголосовали про тему бьюти на самом деле бьюти средств у меня не так много они часто повторяются в фаворитах видео которые рассказывают про фавориты месяца или фавориты года поэтому я не стала повторяться поэтому решила тему бьюти снять именно какие-то новые интересные тренды которые будут актуальны в этом году только недавно я сняла видео про тренды весна-лето 2022 года также можете посмотреть многие тренды в бьюти сфере также перекликаются например первый пункт это стразы какие-то блестки именно макияжи часто использовались именно чаще всего подчеркивались нижние веки мне кажется многие вдохновились именно сериалом эйфория много блестков мы наблюдали на показах ульяна сергеенко и также пэт маград использовала для скеппорелли слезы и стразов так же как и в героине сериала эйфория героиня зендея следующий тренд это веснушки мне кажется они также идут еще с прошлого года все также актуальны многие умудряются использовать например сухие спреи от лореаль я видела видео в пинтерест также в тикток просто распыляют берут какие-то именно такие пигменты чуть-чуть рыжеватый для того чтобы выглядело более натурально следующий тренд это так называемые синяки вызвал неоднозначные отзывы данный макияж сама virginia vr в свою очередь объяснила это тем что она вдохновилась какими-то авангардными картинами также ревущими двадцатыми или великим гэсби как вы помните многие использовали такой достаточно тяжелый макияж такие смоки айс где сильно было подчеркнуто не только верхняя века но и нижняя поэтому любительницы такого достаточно драматического тяжелого макияжа смело можете использовать в этом году если говорить о прическах то это волны 20-х годов также вдохновленными великим гэсби такие интересные красивые ретро волны делаются сейчас достаточно легко существуют специальные плойки у меня также есть такая плойка я ее использую рассказывала видео про как я укладывал волосы что-то такое внизу оставлю ссылку можете посмотреть следующие это белые стрелки на нижнем веке либо какие-то вообще интересные яркие графичные стрелки все чаще например instagram дивы используют накладные наклеенные заранее из такие а-ля наклейки голографичные либо серебристые существуют целые наборы поэтому можете присмотреться если вы например не как и я например не всегда у вас получается нарисовать ровную красивую стрелку следующий тренд это афрокосы или так называемые брейды увидели у модели джан поль гатье присмотритесь либо если вы носите афрокосы то вы можете именно поэкспериментировать с какими-то интересными прическами в виде пучков следующий тренд это обезвеченные брови если раньше например подчеркивали брови то сейчас брови уходят на второй план именно глаза становятся более выразительными следующий тренд этот яркие сочные губы соответственно блеск для губ сейчас становится все более актуальным поэтому закупаемся блесками для губ многие мне кажется просто устали и многим надоели матовые помады губы все же пересыхают а вот с блеском для губ другая история но также конечно же у него имеется и минусы например на ветру прилипают волосы губа в общем обратите внимание и самые интересные блески для губ самые модные трендовые актуальны именно которые очень глянцевые и которые смотрятся словно стекло на ваших губах если говорить о подводках именно о стрелках то обратите внимание на цветные яркие стрелки мне кажется очень актуальны летом придающие такое озорное настроение мне очень например нравятся цветные карандаши от ламель у нас например такие карандаши можно найти в дионе только и вроде бы в остальных я не видела магазинах но думаю в россии с этим проблем нету почему именно карандаши ламель они очень такие яркие очень и неоновые есть цвета присмотритесь в принципе к цветным подводкам для глаз если говорить про контраст то также актуальные не только яркие какие-то графичные образы но также очень популярен макияж без макияжа то есть такие нюдовые оттенки помад персиковые тени какие-то интересные бронзовые например румяны и так далее тренд на натуральность не теряет своей актуальности поэтому в этом году можно очень смело использовать данный тренд единственное все также актуальны именно сияющие текстуры тот же хайлайтер или тональный крем с эффектом такой блестящей свежей отдохнувшей кожи что же касается например накладных стрелок сделаны в виде наклеек все также актуальны какие-то одиночные стразы например в виде звезды также перекликаются с трендом про космос именно трендом в одежде также вы можете например использовать макияж и купить какие-то интересные стразы в виде звезд луны и прочего и наклеить их вокруг на века или над веком в общем используйте так как вам удобно как интересно мне например нравятся варианты когда делают именно сверху вот здесь над скулой помимо хайлайтера дает такой интересный сияющий эффект на этом у меня все всем спасибо за внимание увидимся в следующих видео не забывайте ставить лайк поддержать мой канал подписаться отправить видео своим друзьям всем спасибо пока пока чао чао